Всем добрейшего времени суток, дорогие друзья! Приветствую вас в моей скромной таверне любителей компьютерного железа. Долгое время на рынке правило слово RTX, которое давало право прикоснуться к лучам будущего. Однако зеленый чипмейкер решил не сидеть на месте и сделал приставку RTX еще более суперской. Поэтому давайте разберемся, что именно Nvidia изменила в картах RTX 2060 Super и RTX 2070 Super. Сравним суперские карты с их обычными версиями и на основании ценных характеристик решим какие карты стоит покупать, а какие лучше обойти стороной. Ну а перед тем как мы заглянем под капот нашим супером, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. И давайте начнем наш путь с октября 2018 года, когда на свет появилась обычная версия RTX 2070. Это была отличная видеокарта со вторым по значимости чипом TU106, которая легко справлялась со всеми играми даже в разрешении 2К. Она получила 8 ГБ видеопамяти и внушительную пропускную способность памяти в 448 ГБ секунду. Но уже в январе вышла видеокарта RTX 2060, которую на то время ознаменовали входным билетом в игру с лучами. Она тоже была основана на кристалле TU106, но получила его отбракованный вариант с урезанными блоками. На те времена это была неплохая модель, так как другого бюджетного варианта с лучами попросту не было. Но урезанная пропускная способность памяти до 336 ГБ секунду заставляла задуматься о покупке более старшей модели RTX 2070. Да и объем памяти в 6 ГБ явно не был идеальным вариантом на будущее, учитывая, что видеокарта стоила прилично. И вот в конце 2019 года Nvidia решила, что все видеокарты явно не супер. А компания AMD сейчас выпустит RX 5700 XT, которая обгонит нашу RTX 2070. И она обновляет все свои видеокарты до версии супер, чтобы выиграть войну с конкурентом. Тем самым она решает оставить производство самой бюджетной RTX 2060 и самой топовой RTX 2080 Ti. А видеокарты RTX 2070 и 2080 снимают с производства, так как им на замену мчатся версии супер. Насколько здравым был ход оставить производство RTX 2060 мы обсудим чуть позже в сравнении цен. А вот 2070 и 2080 явно были бы не актуальными после выхода новинок. С точки зрения технических характеристик и возможностей, супер видеокарты не представляют собой ничего принципиально нового. В основе модельного ряда GeForce RTX все так же лежит три чипа архитектуры Тюринг. TU-106, TU-104 и TU-102. Их все так же выпускает тайваньская TSMC по уже хорошо обкатанной технологии 12 нанометров. Тут как бы никаких изменений абсолютно не произошло. Самая старшая среди обновленных ускорителей RTX 2080 Super изменилась в наименьшей степени по сравнению со своим прямым предшественником. Для этой видеокарты слово Super указывает на полностью разблокированный графический процессор TU-104 и увеличенные тактовые частоты. В то время как в RTX 2080 часть функциональных блоков графического процессора была деактивирована. А вот GeForce RTX 2060 и RTX 2070 пришлось подвергнуть более глубокой модернизации, чтобы Nvidia могла удержать позиции в производительности по сравнению с новоприбывшими видеокартами Radeon. Чтобы превратить GeForce RTX 2060 в RTX 2060 Super в кристалле TU-106 активировали 4 потоковых мультипроцессора, которые в сумме содержат 256 шейдерных ALU и 16 блоков фильтрации текстур. Однако этим списком изменения не закончились. Главной проблемой GeForce RTX 2060 был и остается объем памяти в 6 гигабайт, который значительно ограничивает запас ускорителя в играх будущих лет. В версии Super исправили и этот недостаток, увеличив объем до 8 гигабайт, а попутно освободилась полная пропускная способность 256-битной шины и дополнительные 16 конвейеров с растеризацией, привязанных контроллером GDDR6. И из-за этого получилась практически полноценная видеокарта RTX 2070 с нормальным объемом и такой же пропускной способностью памяти. А в конфигурации GeForce RTX 2070 уже не было такого резерва неиспользованной вычислительной мощности, чтобы выполнить апгрейд малой кровью, так как в нем и без того используется полностью функциональный графический процессор TU-106. Но благодаря тому, что GeForce RTX 2080 Super сделала шаг на одну ступень выше и получила нетронутый кристалл TU-104, отбраковка чипов с частично дефективными компонентами теперь пошла на RTX 2070 Super. Новинка все равно не располагает в точности таким же набором шейдерных ALU и блоков фильтрации текстур, как изначальная версия RTX 2080. Но унаследовала все прочие качества уходящей модели, включая поддержку интерфейса NV-Link для работы SLI, который в чипе TU-106 вообще отсутствовал. И вот только теперь GeForce RTX 2070 в модификации Super по праву занимает 70-й номер модельного ряда Nvidia, потому что в прошлых поколениях 70-е и 80-е видеокарты всегда были основаны на одном и том же GPU. К примеру, 1070 и 1080 использовали один и тот же чип GP-104, просто младшую модель он шел из отбраковки. Кстати, многие, думаю, не знают, что означает отбраковка в кристаллах. Как правило, при производстве какого-то чипа делается его самая производительная версия с большим количеством вычислительных блоков. Но так как производство чипов это очень сложный процесс, то любой брак не дает такому чипу работать на полную мощность. Поэтому она блокирует часть вычислительной мощности и устанавливает такой чип в более младшую модель. То есть само понятие брака в кристаллах не делает его каким-то плохим, а просто делает его менее мощным по сравнению с эталонным вариантом. Точно так же это работает и в процессорах, когда она блокирует ядра или потоки в более дешевых камнях. А вот апгрейд видеокарты до версии Super принес с собой не только производительность, но и рост энергопотребления. В GeForce RTX 2060 Super пришлось повысить TDP со 160 до 175 ватт, хотя Nvidia даже понизила частоты GPU, чтобы оставить видеокарту в этих рамках. Аппетиты GeForce RTX 2070 Super увеличились намного больше. Рука об руку с быстродействием чипа TU104 идет и его энергопотребление, которое в данном случае составляет 215 ватт, что на 40 ватт больше, чем у предшественника на графическом процессоре TU106. И наконец GeForce RTX 2080 Super вместе с полноценным TU104 приобрела 35 ватт мощности, которые ставят ее на один уровень GeForce RTX 2080 Ti. Поэтому выбирать блок питания под карты RTX Super надо более мощный. Да и экономить на системе охлаждения в целом можно только для RTX 2060 Super. А вот что касается самой трассировки лучей, то тут есть определенный показатель, который измеряется в операциях трассировки лучей на секунду. У самой младшей 2060 он равен 37, а у версии 2060 Super он вырос до 41. Также и у 2070 он вырос с 45 до 52 операций в секунду. Ну а чтобы понять много это или мало, надо взглянуть на 78 операций в секунду у 2080 Ti, которая за исключением Титана является самой производительной дисктопной видеокартой. И оперируя этими числами можно примерно сделать вывод, что лучи с запасом имеются только у RTX 2070 Super, в то время как более младшие модели рано или поздно перестанут тянуть трассировку лучей. Хотя тянуты они будут всегда, а вот сколько при этом будет FPS уже большой вопрос. И давайте посмотрим на цены, чтобы определиться какая видеокарта будет лучшим приобретением. За самую простенькую RTX 2060 от Palito вам придется отдать 27 тысяч рублей, тогда как такая же RTX 2060 Super стоит почти 34 тысячи рублей. И вот становится вопрос, который многие у меня спрашивали. Что же все-таки выгоднее взять? Однозначно ответить на этот вопрос очень сложно, ведь 2060 без Super стоит дешевле. Но так ли вам нужна старая урезанная модель? Для гейминга без лучей сейчас можно приобрести отличную видеокарту GTX 1660 Super, которая проигрывает обычный RTX 2060 всего на 10-15%, но и стоит она почти на 10 тысяч дешевле. А за стоимость 2060 можно взять RX 5600 XT от красных, которая по производительности стоит между 2060 и 2060 Super. Да и стоит, кстати, всего чутка дороже RTX 2060, если брать одну из самых простых моделей. Казалось бы, очевидно, что обычная RTX 2060 будет лучше из-за лучей. Но надолго ли вам хватит их производительности при 37 операциях в секунду, когда даже новые проекты с лучами высаживают RTX 2080 Ti? В общем, карта неплохая, но я бы не рекомендовал вам ее покупать. Так как унылый объем и пропускная способность памяти в паре с самыми бюджетными лучами точно не должны стоить таких денег. А вот RTX 2060 Super очень привлекательно даже не из-за лучей, а из-за того, что это почти RTX 2070 без Super. Мало того, что в ней 8 гигабайт, которых намного дольше хватит, так еще и полноценная жена памяти в паре с полноценным кристаллом. А вот RTX 2070 без Super сейчас стоит 43 тысячи, и в нынешних реалиях покупать ее вовсе не стоит. И даже не потому, что она плохая и 2060 Super стоит дешевле, а потому что RTX 2070 Super стоит тех же денег, да еще и с лучшим охлаждением. Но если вы себе хотите приобрести какую-то из этих видеокарт, то в описании я оставил ссылки на самые удачные модели, которые имеют как хороший охлад, так и приятную цену. Ну а если вам понравился или был полезен этот ролик, то обязательно не забудьте поставить ему лайк. Также хочу напомнить, если у вас есть какие-то вопросы по сборке ПК, то вы всегда можете задать их в комментариях или в сообщениях моей группы в ВК. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!